Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня мы с вами поговорим об этом изделии. Очень интересное зрители. Достаточно ходовую пила. Достаточно распространенное устройство, станочек. Представлен разными фирмами, разными производителями, разными моделями, с разными функциональными возможностями, но все эти пилы обладают одними, теми же достоинствами и недостатками. И сейчас я вам расскажу сказку. Ну, можно так сказать, сказку со страшными делами, со страшными вещами, с ошибками, прогнозами. Но это сказка из сферы бизнеса. Бизнеса в сфере инновации, последствий, ошибок, неправильных решений, недальновидности. Но все то, что бывает в инновационных делах, все это реализовалось в истории этих устройств. Вернемся в 10-е годы. 2009-2011. Это происходило в это время. Есть такая российская компания, ранее российская компания «Интерскол». Всем хорошо известная. И тогда с руководством этой компании мы вступили в взаимоотношения в сфере инновации по решению проблем и недостатков подобных устройств. В чем же здесь недостаток кроется? Вроде все хорошо. Но в то же время. Смотрите, длинный двигатель. Вот он, асинхронный двигатель. Вот этот двигатель точно такой же от пилы «Интерскол». И вот такой длинный двигатель, он позволяет пиле наклоняться только в одну сторону, влево. Вправо она наклоняться не может. Это препятствует двигатель. Поэтому, когда вы закрепляете сюда, допустим, плинтус, вы можете наклонить в одну сторону, отрезать сюда под 45 градусов, а сюда вы уже не можете сделать. Поэтому приходится перекреплять. Это потеря времени, качество и точности состыковки. Первый недостаток. Второй недостаток – это тоже присущ асинхронный двигатель, который включается в однофазную сеть. Потому что, если мы посмотрим, тут шнурок, ясно. Однофазная сеть. И когда мы запускаем от однофазной сети вот этот двигатель, нам нужно создать возраздвигающую цепочку, для этого у нас служит вот такой вот конденсатор. Вот оно. Прекрасная такая вещь. Но при этом возникают три недостатка. Недостаток первый – это быстрый старт. И второй недостаток, как следствие, это большие пусковые токи. Для асинхронных двигателей, они имеют кратность от 7 до 11 номинальных токов. Поэтому часто убивают автоматы, особенно когда это отстройки, новостройки, ремонты, неприятное явление. И третий недостаток, значит, первый – это то, что он у нас с вами дает большие пусковые токи за счет быстрого разгона. И следующий недостаток – это то, что пила, вот эта пила имеет длительный выбор. Когда мы выключаем ее, стоп, нажимаем, да, вот здесь на этих клавишках, диск продолжает вращаться. Была задача, поставлена задача. С применением нашей технологии сделать так, чтобы диск раскручивался быстро, но при этом токи не превышали, скажем, двух и номинар. При выключении, чтобы диск остановился как можно быстрее. Плюс ко всему, чтобы работала электроника, защита, если рука человека попадает в опасную зону, диск должен очень быстро восстановиться для того, чтобы избежать повреждения конечности. Типа такие. Ну, это по-другому получилось, да, немножко. Поэтому в те годы, больше десяти лет тому назад, мы, применяя нашу технологию, сделали опытный образец двигателя, начали тестировать, но тогда пошла мода на BFDC, на постоянных магнитах. И там О-магниты, О-ниодим, О-самарик и так далее. И компания «Интерскол» сделала ставку на BFDC мотор. Мы предупреждали, что это ошибочный шаг, что сейчас магниты для опытных образцов продают по демпинговым ценам, а как только вы подойдете к серийному производству, китайцы вам вывалят такую цену, что вам это сильно не понравится. Вторым условием, которое они могут выдвинуть, это покупка магнита в составе изделия. Ну, то бишь, своих двигателей, где они уже будут иметь большую прибавочную стоимость. Нас не послушали, и в «Елабуге» начали строить завод «Интерскол» и «Елабуга» в особо экономической зоне. И когда они уже сообразили, что происходит, было поздно. Сбербанк взял след и, так как он предоставил кредиты, он начал заниматься трупоедством. В результате завод в «Елабуге» прекратил свое существование, а «Интерскол» из российского стал китайским. Всем и поздравляю. Это вот последствия неправильно принятых решений в сфере инноваций. Точно так же, как в любой сфере бизнеса, в этой сфере существуют свои правила, свои сложности, свои проблемы, свои знания. И просто так, не владея всем объемом информации, делать заключение, или полагаться на мнение человека, которого ты очень хорошо знаешь, и который говорит тебе приятные вещи, не всегда правило. Потому что, когда ты приходишь к доктору, он тебе говорит, надо резать. Тебе это неприятно. А когда тебе говорят, давай травкой попью, может быть, выздоровеешь. Это приятно, но не всегда эффективно. Если у тебя сидит пуля под ребром, то никакие травки тебе не помогут. Ее надо вытащить. Приблизительно так же и здесь. И вот спустя годы мы вернулись к этой разработке, потому что она очень и очень актуальна. А вернулись мы к ней потому, что мы делали работы, связанные с разработкой привода для УШМ, о котором мы потом расскажем. И вот двигатель, который был разработан для УШМ, вот он тоже, вот он лежит, он оказался весьма применим и для этого устройства. И в результате, смотрите, вот двигатель от стандартной интерсколовской пилы. И вот наш. И это и это на синхронике. Этот запускается через конденсатор. Используем конденсатор этот с помощью контроллера. Но в итоге то, что мы говорили, вот если убираем эту часть и все остальное прочее, плюс сейчас там стоят некоторые платки, которые улучшают характеристики, то по совокупности наш привод становится не дороже этого. Но при этом, что диск разгоняется, не создавая ударных токов. Плюс ко всему есть возможность регулировать обороты. Плюс ко всему обеспечивается режим безопасности. И плюс ко всему мы имеем меньше расхода электроэнергии. Потому что у этого двигателя вместе с контроллером косинус фи 0998, 0995. Не говоря уже о КПД. И эти цифры, они получены не умозрительно, а получены на стенде, которые находятся в этом же помещении, в лаборатории. Мы сейчас с вами находимся в лаборатории. Все это подтверждено. Это не сказки, это реалии. И вот такие двигатели сейчас мы делаем оснастки для серийного производства. Для того, чтобы делать пакеты, обмотки, втягивать, изготавливать вот такие вот роторки. Все это уже оборудование готовится, изготавливается для серийного производства. И пройдет еще немного времени, и серийное производство будет запущено. Вопрос, где оно будет запущено? Вполне вероятно, что оно может быть запущено на площадке Алабуша номер 16, где строится сейчас ПКТБ. Возможно, другие варианты. Но надо прекрасно понимать, что больше с кем-либо заигрывать мы не будем. Я предупрежу. Хватит, мы заигрывались, мы входили в положение, мы понимали все остальное. Но на сегодня основной путь пройден. Теорема существования доказана. И, в принципе, мы готовы выйти на рынок. Мы смотрим на то, что в Китае могут. Без разницы. Что Девольтов Содорант, что Интерскол, что Миллоки. Любую фирму они делают. Поэтому ребрендинг сделать и поставить сюда надпись «Соулмаш» труда не составит. А для нас не составит труда сделать двигатель контроля. Чем это может завершиться? С учетом того, что мы можем очень хорошо демпингомать по цене. А плюс ко всему еще вот эти бренды, они сейчас со своими санкциями делают очень хорошие предложения для нас по выходу на рынок. Лучшей ситуации, чем сейчас. И придумать тяжело. Поэтому, чем больше они будут вводить санкции, чем больше они будут закрывать наш рынок, тем больше рынок становится для нас. Спасибо, санкции. Ну а теперь, чтобы не быть голословно, мы сейчас сделаем небольшую перестановку в кадре. Уберем эту машинку и поставим в перскопку, чтобы воочию показать, наглядно показать, как это отличается. Ну вот мы сделали перестановку. Перестановку вот. Стоит этот аппарат. Ну вот видно. Интерскол. Экио. Он перекорюжил, да? Перегнул. Видно, да? Вот зона работы. Мы можем вот сейчас сделать вот так вот. Опа. Да? Ну это все поддается регулировкам. Там есть, можем другой угол сюда сделать. Но тем не менее, если мы сравним вот этот двигатель, который там стоял с этим, ну я ясно, что габаритные размеры, они немножко так отличаются. То, что это аппараты рабочие, все работают ясно и понятно вот в таком захламленном виде. Сейчас здесь демонтировали. Я попросил ребят демонтировать. Зачем? Вот стол повернули сейчас немножко. Затем, чтобы показать, что даже вот эта передача ременная, вот открыли, убрали, сюда контроллер, чтобы видно было, что даже ременную передачу мы сохранили. И при этом, если раньше вот этот двигатель, его оборотов не хватало, потому что у него порядка, ну, 2,800, а на инструмент надо 4. Здесь стояла ременная передача, повышающая с кофественной передачи, а здесь у нас понижающая, потому что вот этот двигатель, он в состоянии обеспечить 18,000 оборотов, а на инструменте надо 4,5. И учитывая то, что контроллером мы можем регулировать обороты, мы можем и любые диски ставить, и любой инструмент, с любыми, под любые характеристики. Это реальный станок. Раньше это было невозможно. Плюс ко всему, мы можем, конечно, здесь менять еще и соотношения передаточные, но это уже зависит от самого производителя и от потребностей для того, куда и для каких целей будет использоваться этот станок. Но не только этот, и этот, и этот, и все остальные. Поэтому диорема существования, она доказана. Мы эти станки, реализованные, планируем демонстрировать на ближайших выставках, в которых мы примем участие. Каждый желающий сможет посетить выставки, это будет электротранспорт, армия 2022, потом другие выставки. И мы будем их демонстрировать и спокойно, в планном режиме будем готовить производство. Не только двигателей, но и бренд сейчас стоит. Интерскол, ПТК, 250, слэш, дробь, 12200П, это Девольт. Там у нас другие инструменты лежат. Не буду далеко загадывать, но что-то мне подсказывает, что здесь очень скоро могут появиться другие буквы и другая аббревиатура, другое название компании. И тогда посмотрим. Загадывать не будем, но посмотрим. Время не стоит на месте. Все меняется, все динамично меняется. И если вот этот бренд, хороший бренд, хороший изделие, хороший товар, не менялся столько лет, пора ему измениться. Равно как и другие. Вот почему мы сняли с производства Горыныча. Многофункциональный портативный плазменный комплекс Горыныча. Он отжил свое время. Просто даже в плане наработанного опыта, стоит перерабатывать его. В плане того, что появилась новая элементная база, новое решение, новая комплектация, на базе которой можно было бы сделать источник питания. Появились у нас новые возможности технологические погорелки. Надо было перепроектировать его. Но мы приняли решение все-таки все силы положить на то основное направление, которое и питала реализация Горыныча. Потому что, что зарабатывали, вкладывали сюда. Поэтому Горыныч оказался донором и дальнейшее его развитие нецелесообразно. Вот этот товар, он должен претерпеть, как говорят сейчас, инъекции ботокса. Поэтому сделаем ему амологацию. Вдохнем в эти товары новое качество. Новое сердце поставим ему. И надеюсь, что потребители останутся довольны новыми качествами. И получат удовольствие от работы с таким инструментом. Но это не все. Сегодня мы с вами вам представили вот этот инструмент. И, как говорят на Украине, дали Будда. Ждите. Дальше. Дальше мы, наверное, представим УШМку. Потом, представим, я думаю, ребята сделают превью, покажут фото УШМки в сравнении с другими брендовыми образцами. Вот это для затравочки. Потом пойдут газонокосилочки. Потом пойдут бочковые заправщики, топливозаправщики. Потом пойдут долбежники и много-много-много других инструментов, равно как и бытовая техника. Все они уже, эти образцы, в работе готовятся. И мы будем о них рассказывать. Так что новости еще впереди. До новых встреч.